Это вот эндоскоп, скажем так, для гибкой эндоскопии, вставляется вот сюда. Новая эндоскопическая стойка в поликлинике Кировского округа появилась недавно. Для врачей это новые возможности и точная диагностика. А для пациентов медпомощь рядом с домом. Мы эндоскопически останавливаем кровотечение, удаляем полипы внутрипросветные, в толстой кишке, в желудке, в длинносперстной кишке. Более предметно и детально берем биопсии, что позволяет более точно устанавливать диагноз. Это поликлиника при районной больнице в Новопавловске. Сейчас ее капитально ремонтируют по рекпрограмме модернизация первичного звена здравоохранения. Здесь уже обновили отделение функциональной диагностики, закупили современное оборудование. А на преобразившемся третьем этаже принимают пациентов. Приятно находиться в таком здании. А раньше что здесь было? Ну, раньше похуже было. Очень хорошо, хороший ремонт. Ну, дай бог, чтобы и врачи были хорошие, относились к пациентам хорошо. А так мы довольны, все нормально. Конечно, все светло, хорошо, замечательно. В обновленной поликлинике делает первые шаги в профессии Наира Азарян. Девушка окончила медицинский университет и с сентября работает терапевтом. Выписываем анализы. Много людей у вас обычно? Да, полный прием всегда. Это сколько? 12-13-14. Ну, в зависимости, там, если есть нулевые эталоны, конечно, у нас прием увеличивается. А в это время на втором этаже тоже кипит работа. Здесь пока шумят инструменты. Но уже в следующем году распахнут двери женская консультация и терапевтическое отделение. Весне мы уже полноценно запустим всю поликлинику. Подрядчики идут с опережением графика. В принципе, идет все по плану. Здесь работы выполнено уже почти на 80%. Я думаю, что до Нового года точно закончат второй этаж и приступят к первому этажу. Благодаря поддержке краевого правительства и губернатора Владимира Владимирова в поликлинику также закупили новый рентгенаппарат, который в день помогает обследовать около 80 пациентов. Аппарат цифровой. То есть снимки не как по старинке, мы там на пленке проявляем. Он просто распечатывает снимок и заключение мы выдаем. Поэтому гораздо быстрее все проходит. А вот станица Старопавловская. От окружной столицы располагается в 17 километрах. Здесь с нуля построили амбулаторию по краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. Работы стартовали весной 2021-го. Здание готово, теперь завозят оборудование. Выделили нам все, даже для измерения, вот аппараты для измерения крови, новый микроскоп, биохимические анализаторы, вот глюкозы, большие крови. Ну все еще пока мы будем разбирать тогда, когда уже будет все здесь вымыто, на чистую, и тогда будем устанавливать все эти аппараты. В амбулатории откроют отделение неотложной помощи, лабораторию, а также физиокабинеты. Дневной стационар уже практически готов к работе. Здесь стоят койки, индивидуальные тумбочки с передвижным столиком. Также в каждой палате есть общий стол, стулья, холодильник с морозильной камерой, а также индивидуальный санузел с душевой кабиной. Принимать здесь будут все необходимые специалисты. Терапевт, гинеколог, стоматолог, врач общей практики. Рассчитана амбулатория примерно на 3000 человек. Желают всем оставаться здоровыми Кристина Бородюк и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение.